Традиция колокольного звона жива со времен Древней Руси. Звоны колоколов – это искусство, позволяющее выразить не только свои таланты вдохновения, но и красоту православия. Именно поэтому так важно сохранить традиции колокольного звона сегодня. В Симбирской епархии вот уже третий год проходит межрегиональный фестиваль колокольного искусства имени святого благоверного великого князя Александра Невского. Приветственное слово митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина озвучил ключарь Кафедрального Спаса Вознесенского собора и еромонах Иларион Хроль. Все участники фестиваля получили благодарственные письма митрополита Лонгина. В этом году искусство колокольного звона показали мастера из Ульяновска, Самары, Нижнего Новгорода, Казани, Чебоксар, Ярославля, Санкт-Петербурга и Москвы. Впервые в фестивале принял участие звонарь Сретенского монастыря города Москвы и преподаватель колоколоведения Сретенской духовной семинарии Николай Завьялов. Такой необычно сильный, акустически такой агрессивный на колокольне звук. И для того, чтобы его укротить, заставить слушаться, для того, чтобы сочетать колокола, требуется много умения, требуется много терпения, требуется осваивать колокольню не один год. И именно для этого я и приехал, чтобы не просто позвонить, поучаствовать, а чтобы обратиться к начинающим звонарям с просьбой о том, чтобы они внимательно относились к постановке, к школе, к тем элементам, которые составляют основу творческой работы. Многие участники фестиваля приезжают не в первый раз. В этом году звонарей больше. Приехали ребята не только поучиться, но приехали уже звонари достаточно грамотные, которые уже подолгу занимаются колокольным звоном, для того, чтобы рассказать то, что они умеют, рассказать свои какие-то наработки юным звонарям. Нужно пожелать, чтобы этот фестиваль продолжал оставаться ежегодным, приглашать звонарей, может быть, сделать какую-то конференцию. Во время фестиваля прозвучали патриарший встречный звон, праздничный волжский звон, симбирский праздничный звон, тихоновский трезвон и многие другие. Звоны звучали как на передвижных колокольнях, так и оглашали округу с колокольня Кафедрального собора. О том, почему важно проводить такие фестивали, рассказал один из организаторов, звонарь Кафедрального спаса Вознесенского собора Глеб Кудасов. Мне кажется, главная задача фестиваля на дна ИС – это развитие колокольного творчества, обмен опытом. И на втором месте, конечно, это популяризация колокольного звона, потому что сегодня много народу собралось. По нашим молитвам сегодня Господь промыслительно сделал погоду, хотя вчера был дождь. И я считаю, что люди, которые сегодня пришли, они, наверное, с удивлением многие заметили, что колокольный звон – это не просто некий шум, который привлекает народ к службе, а это настоящее искусство, творчество. Для всех желающих был организован мастер-класс на колокольне Спаса Вознесенского собора. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия.